Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Большинству из нас сложно себе представить, что имея огромный обустроенный дом, налаженный бизнес и вполне перспективное будущее, можно отказаться от этого всего. Причём обрекая себя на тяжёлый труд во время трансформации транспортного средства в жильё, апартаменты, а в дальнейшем ещё и лишая свою семью комфортных условий жизни. Но Тони Маквей и её муж Майкл из Биллингса решили, что жизнь в особняке очень скучная и лишена многих радостей, поэтому захотели перемен. Увидев репортаж о переделанном автобусе и полной свободе выбора места жительства, они загорелись идеей создания такого же мобильного дома, чтобы ничего не мешало им жить на колёсах, наслаждаясь постоянной сменой пейзажа за окном. Чтобы воплотить такую своеобразную мечту в жизнь, молодые люди упорно искали подходящее транспортное средство. В скором времени подвернулся достаточно хороший вариант покупки списанного школьного автобуса 2004 года выпуска, который они, не задумываясь, приобрели за 5000 долларов. Будущее семейное гнездо они назвали Оливером и занялись планировкой своего нового жилья. Сразу же после покупки супруги поставили на продажу свой дом и семейный бизнес и принялись за переоборудование автобуса. Но, как оказалось, это очень затратное мероприятие. А дом, дорогой автомобиль и остальное имущество, каким они владели, никак не продавались. Целых полгода семья пребывала в довольно затруднительном финансовом положении. Майкл вместе с отцом и братьями смогли демонтировать всё старое оборудование, обшивку, напольное покрытие и принялись за создание абсолютно новой конструкции, которая смогла бы выдержать холод, жару и высокую влажность. Поскольку в длительное путешествие отправлялась семья из четверых человек в компании со своим домашним любимцем Аполлоном, пришлось оборудовать сразу несколько жилых зон, кухню и ванную. Для взрослых оборудовали спальню на подиуме, под которым организовали довольно вместительные системы хранения. Для детей сделали двухъярусную кровать и теперь у каждого есть хоть совсем крошечный, но всё же свой уголок. Учитывая, что семья должна полноценно питаться, особое место было уделено кухне, которое оборудовали всем необходимым. В автобусе нашлось место для установки рабочей зоны, мойки, полноценной газовой печки с духовым шкафом, холодильника, кухонного гарнитура, стиральной машины и даже небольшой кладовой, где хранятся продукты питания. Всего за год после полного переоборудования они проехали в своём мобильном доме уже более 8 тысяч километров. И несказанно рады, что просыпаются каждый день в новом месте. Естественно, они путешествуют вместе с детьми. Ведь Тони хочет научить их следовать за своей мечтой, даже если такое видение счастья не считается нормальным с точки зрения социальных норм и правил. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.